Банкротства не будет, долги оплачивают, к прежним объемам вернутся. Это то, с чего началась конференция с участием нового владельца спиртзавода на Иткуле. Это компания Маруся Беверджис Рус. Теперь в ее активах контрольный пакет акций алтайского предприятия. А вместе с ним и большие планы. Иткульский спиртзавод получит доступ ко всей дистрибуции, дистрибуционным возможностям группы компании Маруся Беверджис. А они, соответственно, не ограничиваются Россией или СНГ. Это и Европа, США, Китай. В планах и расширение ассортимента. Например, новое руководство планирует воспользоваться дарами алтайской природы и запустить линейку ликеров. Более отдаленно-среднесрочная перспектива – это производство виски. Это очень важная будет работа – определить, а что такое должны быть российские виски. Возможно, это может быть какая-то зерновая культура, которая будет использоваться. И та, которая характерна для России и не характерна для большинства стран Европы и США. Например, я не знаю, гречка. И тут гречка. Правда, это только в планах. А ближайшая цель – возобновить объемы продаж водки в крае. Менеджмент завода уверяет, что все контракты с торговыми сетями региона возобновлены. И, конечно, на предприятии надеются, что потребитель не забыл о качестве продукции. Я бы немножко, Ольга Юрьевна, поправил. Я говорю, наш обычный спирт, он все-таки неправильный, он необычный. Он, не поверьте этого слова, волшебный. Реально солодового спирта в стране, ну, я в бизнесе давно, ну, буквально завода три, наверное. То есть никто по этой технологии не работает. Я могу подтвердить, что полностью сохранена вся жизнеспособность предприятия, вся инфраструктура. В исправном состоянии находится все оборудование, сохранен большей частью коллектив, специалисты и рабочие. То есть для того, чтобы работать, у предприятия есть все возможности. И оно уже работает. В Бийск поступила розничная партия, а первые спиртовозы отправились к заказчикам. И нужно помнить, Иткульский спиртзавод – это не только рабочие места, но и в прошлом один из крупнейших налогоплательщиков края. Есть надежда, что и эти позиции вернутся. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.